ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА ПРЕМИЕ Людмилы Ивановны Касаткины. Вот такая у нас сегодня удивительная, замечательная, потрясающая гостья. И первый вопрос мой к Людмиле Ивановне. Что сейчас происходит в жизни актрисы, в жизни женщины Людмилы Касаткины? Я сняла с замечательного режиссера Карина Георгиевича Шахназарова в фильме, который называется очень смешно «Яды» или «История мировых или международных ядов». Вы знаете, я ему говорила, что с таким названием вообще люди не пойдут на ваш фильм. Он говорит, ну, это же фарс, это сатира некоторая. Ну и вот, вы знаете, я очень люблю этого режиссера, потому что мне безумно нравится фильм «Мы из джаза», «Американская дочка», «Треубийца», словом, он очень одаренный человек. Я у него сняла с небольшой роли, ну, там, правда, все небольшие роли. У Олега Василашвили чуточку побольше. Сыграла тещу. Ну вот, так что была и киноработа. Что касается сейчас, ведь вот у меня было одно предложение, многосерийный фильм, сыграть такую 50-летнюю женщину, женщину, но страшную женщину, страшную. Когда я прочитала сценарий и увидела, что там тоже стрельба и кровопролитие, то даже если бы это была гениальная роль, я бы все равно отказалась. Потому что я не могу еще участвовать в том, чтобы терзать души наших зрителей выстрелами, убийствами, которые происходят вокруг нас ежедневно. Но ведь Мария Захарченко вы играли. Захарченко – это была замечательная женщина, монархистка. Это что вы, это личность высочайшая, это Врангель, Кутепов, Мария Александровна Захарченко, это «Операция Трест» фильм. И, насколько я помню, с «Операцией Трест» был достаточно тяжелый случай в вашей жизни, связанный вот такой экстремальный случай с падением с лошади. А у них было несколько таких случаев. Стоит ли о них сегодня говорить? Потому что все бывает как везде. В актерской жизни. Ну, и Дженечка Журбанский просто погиб. У меня, слава богу, ну, сбросила у меня лошадь, когда сделала свечку на асфальт спиной. Да, была трещина в позвоночнике на доске привязанная. Ну, и потом надо было лежать месяц или полтора, но приехал режиссер и его ассистенты. Говорят, как бы, доктору говорят, нам ее снять. Листья падают с деревьев, а этот эпизод должен происходить осенью. Ну, как бы отпустить ее на один день? И доктор хорошо им сказал, травматолог, неужели вам ее не жалко? Ей безумно больно. А еще в седле и тряска. Отчего вы говорите? Ушел. Но потом меня они, конечно, уговорили. Я понимала, что план надо, пока листья не все упали. Вот, в 6 утра приехали на носилочки, в рафик. Привезли в ближайший лес, где это должно было сниматься. Они помогли мне лежа одеться во всем. Помогли сесть на лошадь. И я попросила оператора проверить все стеклышки, потому что я была уверена, что второго дубля не будет. И вот километровый голоп. Всего-то один километр. Ну, как всегда, с препятствиями. В кино же не без этого не любят. И когда кончился этот пробег, я так и вылаз, ползла с лошади. Ну, господи, как хорошо, что это посадило. Все верно. Все прошло. Ваша актерская судьба, она столь многообразная, столь многогранна. Очень сложно выделить какие-то вот действительно такие вот моменты, о которых этого не надо. Вы знаете, я так вам скажу, что, конечно, действительно, моей главной задачей было дарить зрителям неожиданность. Потому что есть актер вот одноплановый. Он играет всегда положительных, очень хороших. Ну, таких хороших, но только вот крылышки. Я не буду называть их фамилии. Замечательный актер, любимый. Но я же стремилась к тому, что сыграв комедию «Укротиться тигров» в медовом месяце, я стала искать и ждать драматической роли. И обратите внимание, в моей биографии есть и вызываем огонь на себя. Очень драматическая судьба. Есть и помни имя свое. Трагическая судьба. Дертольд Брехт, «Дороги Анны Фирминг». Это папа, если мама, Шакураша и ее дети. Видите, какие неожиданности я старалась дарить зрителям и открывать себе, так сказать, возможности. В человеке в каждом есть все, но как это открыть? Я очень благодарна режиссеру Сергею Николаевичу Колосу, который очень талантливый режиссер. Ну, подумайте, ведь это его фильм. И украшение в троптиве его зла, я могу на себя и душечка, и операций трест, ты помни имя свое и так далее. Понимаете, он блистательно умел, будучи учеником великого Алексея Дмитриевича Попова, работать с артистами. Сколько у него удач в фильмах. Как играл первую свою роль Армен Джиграханян в «Операции трест», которую вы сегодня вспомнили. Вы знаете, тогда Армен Борисович не знал, как доехать до Мосфильма. Он спрашивал Сергея Николаевича, а каким транспортом туда надо ехать? Это была первая его роль. Блистательная работа. Игорь Горбачев как блестяще сыграл. Это говорит о том, что режиссер умеет работать с актерами. Абрангель какой был. У меня, говорят, тоже симпатичная была работа. У Тепов и так далее. И вот во всех фильмах, а как у него играл Роман Быков, «Вызывай огонь на себя». Какая блистательная работа. У него очень много блистательных работ. Но это, по-моему, одна из верчайших. Людмила Ивановна, вот насколько я знаю, в вашей актерской судьбе масса таких эпизодов. Если вы играете медсестру, значит, вы какое-то время проводили в больнице. Если вы играли судью, значит, вы находились в суде. Вы сейчас педагог ГИТИСа. Скажите, вы рассказываете об этом своим студентам? И вообще, вот чему вы их учите? Ну, во-первых, я уже 4 года как бросила ГИТИС. Мы сделали с Сергеем Николаевичем Колосовым. У нас была студия. Мы сделали 3 выпуска. 3 по 4 года. И говорят, что наши спектакли были такого уровня. Мы получили звание профессоров и бросили по моему настоянию. Потому что это невозможно играть в театре, быть действующей актрисой и действующим режиссером. И еще, знаете, работать с молодежью так, как затрачивать свои силы. Я после 4 часов моего урока приходила вся мукрая домой. Столько я ползала с ними вообще по лестницам и так далее. Делала все, проигрывая какие-то куски, чтобы им показать, что и как. Я очень горда, что наши ученики замечательно, блистательно работают в театре напряжения Добровольской в Амхате. Жанна Балашова у Бородина в театре молодежном. Замечательная Бякова Ирина в театре Пушкина. Ну, то есть, Клементьев у Доронины. То есть, я буду вам переселять очень долго. Они блистательные работы. У них уже у трех есть звания. У двух есть международные премии уже за фильмы. Так что наша совесть чиста. Мы с гордостью говорим о наших учениках, следим за их развитием. Почему в жизни примы театра российской армии появились антрепризы? А я вам объясню. Это замечательная возможность, чтобы тебя увидели не только москвичи. Ведь мы с вами сейчас влетели во то время, когда решает все, интерес людей и все твои успехи или нет, не искусство, не талант, а деньги. Я называю это время страшным временем. Это очень субъективно, но это мое мнение. От того, что вывести спектакль, театр, где я играю российской армией на гастроли, нужно так дорого заплатить за самолет или железную дорогу и так дорого гостиница, что театр тебя не оправдывает на гастролях. Потому что много людей. И поэтому много лет уже театр не ездит на гастроли. Очень редко какой театр вывезет один или два спектакля, если договорятся с нефтяной компанией или какой-то, кто это оплатит. А ведь письма дикое количество, которые ты получаешь из всех городов России. Мы хотим вас видеть в любом качестве. Приезжайте. Бога ради, я же не могу им всех ответить. Всем ответить. Меня приглашают. Вот я, собственно, поэтому и задала этот вопрос из корыстных целей. Отсюда возникли антрепризные спектакли. Это прекрасно. Да бог с ними, с декорациями, по-моему. Людям интересна встреча, дорогая, с личностью той или другой или с актерской судьбой той или другой. И поэтому два-три актера, они оправдывают себя, их оплачивают легче, чем там 15-18 человек оплатить. Поэтому возникли антрепризные спектакли. И желание встречи с актерами в других городах. Какое это счастье! Ну, представьте, Южно-Сахалинск. Я никогда не была там. И они не могли себе представить, что они могут меня увидеть. Так они мне говорили. Ну, что это был за прием? Это сказать просто вам нельзя. Поэтому такое счастье я получаю от тречи с людьми. Я не знаю, есть ли в этом городе мои поклонники. Вот я сейчас приехала в Королев. Казалось бы, не так далеко от Москвы. Совсем недалеко. Казалось бы, я только слышала о городе, который назван именем Гения. Но я никогда не была здесь. И мне уже интересно, а в этом городе есть мои поклонники или нет? Есть те, которым дорого то, что я творила в своей жизни? Или нет? Вот сегодня я смогу в этом убедиться. Ну, вот как раз я вопрос об антрепризах задала, честно говоря, из корыстных целей, как житель Подмосковья. Потому что, несмотря на относительную близость к Москве, по сравнению, конечно, с Южно-Сахалинском, и тем не менее, вот как практика показывает, жители подмосковных городов чаще пойдут в свой дворец, в свой ДК на спектакль, нежели выберутся в центральные театры. Поэтому теперь у нас появляется возможность вас больше видеть. Да, вы знаете, вот, например, у нас иногда бывают выезды, спектакли, где такие попроще декорации, не такие тяжелые. Ну, например, в Зеленоград мы ездили. Но очень мало городов как-то вот так вот со спектаклями театра. Поэтому возникли те антрепризные спектакли, которые, как мне говорят, может быть, у них есть разные качества, но от зрителей, например, столько благодарности слышишь, что просто, вы знаете, жить хочется. Потому что московские зрители, они уже говорят, ну, ничего, сегодня я не попала, завтра тоже мы еще их увидим. А потом они не успевают их видеть. Они уходят, 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 любимые, уходят, уходят. И поэтому вот это разнообразие на этих городов, краев, ну, не знаю, это то, что ты встречаешься, играешь с разными зрителями и не знаешь, как эти тебя примут. В каком-то шахтерском городе или в каком-то городе неизбалованном. Вы-то все избалованы. Гасталеры не сюда все время ездят. Рядом, близенько. Но во всяком случае, все равно я трепетом жду сегодняшней встречи. Людмила Ивановна, какие у нас есть еще шанс увидеть спектакли антрепризные, кроме «Я хочу купить вашего мужа»? Пока есть только одна возможность, это сделать творческую встречу со мной. Потому что у меня есть две чтенческих программы. Говорят, что я, любя поэзию, довольно хорошо читаю. И у меня есть много о чем рассказывать людям, есть что показать людям. Так что раньше когда-то нас приглашали. И Смоктановского, и Ульянова, всех нас приглашали. А теперь попса нас вытеснила, всех. А что вы имеете в виду, говоря попса? Как концерты попсы. Поняла. Ну вот они, дворец спорта, или еще там куда-нибудь, вот они попсу. Но нам не надо дворец спорта. Но мы им стали невыгодны филармоническим деятелям. Потому что маленький зал. Мне кажется, это невзаимозаменяемо, спектакли и концерты. Представьте себе, попса все вытеснила пока. Но она уйдет. Скоро это время попсы кончатся. Начнется возвращение. Я-то люблю очень джаз, блюзы, люблю романсы. Так что вот эти попсовые песенки, это все и дворовые песенки, а тем более с матом сейчас. Песенки зэков. Я очень ценю народное творчество. И песни зэков бывают интересные. Но по телеку теперь начали, и по радио какие-то станции. Давать этого много. И это очень больно. Людмила Ивановна, у вас огромная практика в кино и огромная практика в театре. А все-таки, что душе актрисы ближе? Кино или театр? Я не боюсь показаться банальной, но все-таки... Вы знаете, я... Это будет последний вопрос. И я отвечу так. Ты никогда не знаешь. Вот встречаясь с судьбой, я не называю это ролью для меня, каждая пьеса, это судьба человеческая. У тебя получится удача, или ты сыграешь ее средне. Она вызовет интерес у людей или нет. И это не важно, киноработа это или театральная работа. Играть труднее в театре, потому что здесь кусочками не сыграешь. Здесь судьбу надо от начала и до конца прожить так, что это труднее, чем кусочками. Но в кино есть свои трудности и очень большие трудности. Так как я не озабочена, я не тщеславный человек, не озабочена была, лишь бы тебя узнали люди. Знаете, ведь Пастернак прав быть знаменитым. Некрасиво. Не это поднимает ввысь. Не надо заводить архивы над рукописями трястись. Цель творчества – самодача, а не шумиха, не успех. Позорно ничего не знача быть причей на устах у всех. Поэтому, видите ли, Пастернак там так думал, и я солидарна. Не всякая популярность, не знаменитость нужна, необходима людям или человеку. Да бывает убийца очень популярен. Смотрите, как популярна Чикатило. Я просто не знаю вообще. Так что, я не знаю, что для меня дороже. Там, где я волновала людей, я не могу, чтобы со спектакля, каждый спектакль для меня великая ответственность, чтобы ушли люди, и меня быстро очень забыли, мою героиню. Это я не могу с этим смириться, это допустить. Поэтому какая отдача каждый вечер – это очень трудно. Кино ты отмучился, и это ушло, это тебе уже не принадлежит. Но, конечно, я слышу очень много от людей таких горьких признаний. Почему вас не снимают, вы не снимаете. Почему, почему, почему. Что я могу им ответить? Не ко мне вопрос, дорогие. Я желаю вам всего самого доброго, успехов в вашем, наверняка, интеллектуальном городе. Зрители-то интеллектуальные, мне так кажется. Я очень рада, что я, наконец, к вам приехала и почувствую ваши сердца сегодня. И как я хочу сегодня этим спектаклем дать вам возможность чуточку передохнуть, поулыбаться и посмеяться. Поэтому мы взяли эту шутку задорного. Мы сейчас с вами в подмосковной дачной беседке. Такие беседки, наверняка, есть у многих на дачах, в них любят собираться вечером, попить чайку теплыми летними вечерами. А у вас где-то есть любимый уголок Подмосковья, где вы любите бывать, где вы, может быть, отдыхаете? Где вам приятно быть? Вы знаете, я настолько люблю Подмосковье, что, побывав по одному разу там на Китпре, в Греции, я больше никогда не хочу туда. Не люблю жару и не люблю море. Не люблю. Я люблю реки, озера, пруды, ручейки, пруды, в которых пьянки, лягушки. Люблю бегать после дождя по лужам. Самое прекрасное и красивое, что есть на свете, по-моему, это Подмосковье и все, что вокруг Волги. Ну, правда, у нас еще есть Байкал. А что касается Подмосковья, как прекрасно Архангельская, Кускова, это если говорить о музеях, о каких-то, все, то, что оставлено Юсуповым или другими великими людьми. Но отдыхать в любом уголке Подмосковья прекрасно, потому что, понимаете, я очень рада, что в Подмосковье сейчас губернатор Громов эта личность очень достойная, по-моему. Не только потому, что он прошел Афган, а мне почему-то интенсивно, я чувствую, что это очень порядочный и честный, сильный человек. не гребущий под себя, что важно. И поэтому, если он мне обратится в просьбу и скажет, а вы сегодня, завтра, и там-то, я поеду. На каком-то заводе, на каком-то комбинате, в каком-то месте я поеду, потому что губерния, это замечательное слово, губерния, не область, губерния, Подмосковье, по-моему, больше, чем Франция. Здесь такое количество мест, где я еще не побывала, где я еще не встретилась со зрителями, так что я считаю, что у меня еще много, много встреч должно быть. Людмила Ивановна, вы уже не только мама, но уже бабушка. Как вы думаете, ваши внучки станут актерами? У меня есть один-единственный сын, Алексей Колосов, музыкант. у него есть ансамбль, аура блюзовый, и он ведет передачу на радио России, когда не хватает джаза. Но у него есть две доченьки, одна старшенькая, которая уже в этом году, окончив школу, поступила в юридическую академию. Она сказала мне, когда ей было лет 14, «Люлечка», она меня так называла, я никогда не хочу быть артисткой, не пойду в артистке. Почему? Почему, я ей тоже сказала. Она говорит, потому что, «Люлечка, туда надо идти, будучи убежденной или очень одаренной, или не подходить близко». Я сказала, и ты права, детка. А кем же ты хочешь быть? Я думаю, «Люлечка, я думаю, я думаю». И в этом году она мне признала, я хочу пойти бороться за права человека. Я говорю, «Люлечка, тебе длинный предстоит путь борьбы за права человека». Словом, она идет в юридическую академию. Это замечательно, потому что она мечтала, хотела, без всякой помощи, не говоря нам, выдержала такой экзамен. Поэтому я очень рада. Это самое главное, что она бежит туда с удовольствием, радостно. А маленькой десять месяцев, Анечка. Десять месяцев. А вы бы хотели, чтобы она была актрисой? Знаете, я никому никогда не желаю идти учиться в театральный институт или стать актрисой. Никому, никогда. Я всех своих студентов тоже отговаривала, даже тех, которых мы отобрали уже. Старалась отговорить, кого можно. потому что туда должны идти только те, которые уже никто их не отговорит и которые действительно не могут без этого. Вот только они должны стремиться идти в эту профессию. Потому что очень многие идут туда и искать легкого узнавания, там, популярности какой-то. Это все муть. А те, которые способны на самодачу избранные, я не знаю, я не буду ей советовать. Она просто будет смотреть спектакли, будет смотреть, слушать музыку и сама решит, куда она хочет и что она хочет. То есть вы над этим не будете давать? Нет, никогда. Людмила Ивановна, пожалуйста, самый последний вопрос. Наверное, если вы согласитесь на него ответить, он будет адресован нашим зрительницам. Есть ли какой-то секрет поддержания такой потрясающей женской формы? Дорогие мои женщины, за счастье которых я борю с моими скромными средствами всю жизнь, поверьте мне, пожалуйста, что я не делаю никаких массажей, к сожалению. У меня нет времени да и нет желания, не успеваю. Умыв лицо горячей водой с мылом, чтобы смыть грим, я только любым кремом просто помажу и все. Все. Молодость совсем не в коже, совсем не в коже, а в глазах. А молодость в глазах это энергетика твоя. Вот только энергетика делает человека сильным, нужным, желанным. энергетика она подарена мне моими родителями и Богом. Вот то, что меня пока не покинула моя энергетика. И я вам желаю сохранить вашу энергетику. До свидания. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова